Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Иерусалима! Из Иерусалима все долетело, слава Богу! И теперь у нас урок Торы, как и обещал нам Всевышний, что два рашем слова Всевышнего выходят из Иерусалима. Он так и говорил, всегда будет, это как шара шама, ворота в небо. Хорошо, значит, мы продолжаем изучать Тору, находимся мы сейчас в недельной главе Шмот, и так как сегодня у нас пятница, и мы должны прочитать два последних отрывка в главе. То есть, как мы знаем, недельная глава разделена на семь отрывков. В субботу вызывается, семь человек как раз вызывается к Торе, на каждый отрывок вызывается один человек, и благословляют, и так прочитывают завтра в Синагонии всю недельную главу. А мы в течение недели прочитываем ее по кусочку, вот эти вот семь отрывков, и заканчиваем как раз в пятницу сегодня два отрывка. Поэтому сразу начинаем изучать пятничный сегодня отрывок. И как раз очень интересно, мы читаем, что Машера Бейну возле куста, ему открылся Всевышний возле горящего куста, Всевышний ему сказал, что ты пойдешь, и, значит, выведешь евреиский народ из Египта. Маше сказал, я косноязычный, Бог сказал, я буду говорить через тебя, а твой брат Аарон, значит, он будет говорить к фараону и к людям. То есть, он оратор. Да, Машера Бейну не был оратора. Мы видим из этого, из этого мы видим, что не был оратором. Как он сам про себя сказал, что я, у меня тяжелый язык. И вот, значит, после всего этого разговора Вайлах Маше и пошел Маше и вернулся к Етеру. Етер это хотнос, своему тестю. Как мы знаем, что он был женат на девушке по имени Цепора, а ее папу звали, в Торе перечисляется семь имен. У него было семь имен различных, и мы знаем его под именами Итро. Вот здесь написано, Етер. И сказал ему, значит, пойду я вернусь к моим братьям, которые в Египте, и посмотрю, живут ли они еще. Как там дела? И тут интересная вещь, он сказал ему Итро, ответил ему так. Вайомар Итро ле Моше. Лех ле шалом. Иди к миру. Вот тут интересно, что в Торе есть несколько раз благословение. Я где-то читал, что когда благословение идет лех ле шалом, иди к миру, то тогда это обычно хорошо заканчивается. А когда лех бе шалом, иди с миром, то там возникали иногда сложности. Значит, поэтому если вы кого-то будете благословлять, то нужно вот здесь, как Итро благословлял, лех ле шалом. То есть для мира. Вот так. И сказал Ашем, значит, я не буду сейчас все читать дословно, чтобы успеть, а буду передавать смысл. И сказал Бог Моше, значит, в Медяне, там это было, иди возвращайся в Египет, потому что умерли все люди, которые хотели тебе зла, которые хотели убить тебя. Здесь, опять же, в Торе используется слово «умерли», да, Мету, но Усна Тора нам говорит, что те, кто хотели ему зла, они, Датан и Аверам, потеряли все свое имущество. Это были его враги, злодеи, которые на него настучали, которые рассказали про него, что он убил египтянина. И, как говорит Усна Тора, что они потеряли все свое имущество, и тот, у кого ничего нет, он как мертвый. Поэтому, когда в Торе говорится «мертвый», имеется в виду, что тот, у кого ничего нет, или кто фактически мертвый. Очень интересное сравнение, никогда об этом не задумывался, почему, например, когда Яков убегал от Исава, и он отдал все, что у него было преследователям, и сказал, все, меня нет, да, как будто бы меня нет. То есть, возможно, человек, который, у него ничего нет в этом мире, он ни за что не держится, непонятно, непонятно мне почему, но вот уже несколько раз Тора нам говорит, что тот, у кого ничего нет, он как мертвый. «И взял Моше свою жену, значит, и своих сыновей, и сели они на осла». Тоже на Мусна Тора говорит, что это тот же самый осел, на которого садился Авраам, и на котором потом будет ехать Мошеах. Хамор такой, да, осел, специальный какой-то осел, интересно, или это осел, который так долго живет, или это в осла воплощается особенно какая-то сущность, которая именно вот тот самый осел. Но есть еще одно сравнение интересное. На иврите хамор – это осел, хамор, а материальность – это хомер, хомер – это материальность, да, хамор, хомер, ну, те же буквы, звучит почти одинаково. И есть, которые смотрят на вещи как бы более мистические, на эти описания, они говорят, что когда написано, что он оседлал хамора, что он поднялся на власть над своей материальностью. То есть он обычно человеком, над человеком властвуют какие-то материальные инстинкты, эмоции и так далее, но когда Моше Рабену написано, он оседлал своего хамора, то он подчинил своей духовной части, свою часть материальную. И, значит, взял он в руку посох, тоже это очень важный элемент, вот в следующих, во всех главах Моше Рабену, у него был специальный посох такой, которому он этим посохом делал чудеса. Значит, взял он этот посох всесильного в руку, значит, и сказал Бог Моше, когда ты вернешься в Египет, ты увидишь все чудеса, знамения, которые я дал в твою руку, через тебя я буду это делать, и сделаешь ты их перед фараоном, а я специально ожесточу его сердце, и он не будет высылать народ, чтобы я успел сделать все задуманные знамения и все вот эти вот 10 казней, о которых мы теперь вспоминаем каждый Песох, у нас есть теперь о чем вспоминать, собираемся на Песох и рассказываем, как все это было. И Всевышний заготовил всю вот эту историю, и Моше Рабену, значит, скажешь ты фараону, так сказал Бог, сын мой, первенец мой Израиля. Прямо так написано, так сказал Бог, сын мой, первенец мой Израиля. И скажет тебе, Ваамар Элейха, да, и сказал я тебе это, как Моше передает от Бога фараону, шлахет бни, отправь моего сына в Явдене, и он мне будет служить, и он откажется, фараон откажется, значит, высылать, и вот я, значит, убью тогда его первенцев, его первенцев я убью, то есть Всевышний, он уже заранее подготовил все вот эти вот 10 казней египетских, у него было уже все подготовлено и запланировано, и ответ фараона тоже был запланирован, и последняя казнь первенцев тоже была запланирована. А почему это было запланировано, или для чего это было запланировано? Мы не можем так глубоко посмотреть на вещи, но мы видим, что план был, то есть уже когда Моше Рабен ушел, даже я слушал один урок сегодня как раз, почему в Торе не написано, как звали Моше Рабену при рождении, и как звали его родителей, изначально не написано в этой недельной главе. Потому что весь процесс его рождения, появления и прихода в мир был уже запланирован и не имеет значения, то есть это не там, кто были его родители, они как-то повлияли. Было понятно, что в колене Леви должен родиться вот этот Спаситель, это даже звездочеты знали, они из-за этого говорили, что надо всех мальчиков убивать. Значит, Всевышний, как бы, есть моменты, когда Всевышний берет управление полностью в, нельзя сказать, в свои руки, да, когда Всевышний лишает свободы выбора мироздания, то есть он установил закон какой-то, да, или там закон природы, закон всемирного отяготения, закон такой-то. Но и в человеческих жизнях бывает, что он делает вот то, что называется вот так, все, постановление. И вот с Машей Робену это уже пришло время, он родился, и, значит, 10 казней тоже были задуманы изначально. И, значит, вот, и тут вдруг интересная такая вставка, которая полностью нам показывает, что насколько удивителен мир, в котором мы живем, удивителен, много планов и непредсказуем. То есть мир удивителен, много планов и непредсказуем. Всевышний посылает Машей Робену выводить эверисти народ из Едипта. И вдруг, 24-й отрывок, и было в пути, в Малон, это как гостиница, да, в месте, где они ночевали, в Ваев Гешеу, Ашем, Ваев Акеш и Мето, и встретил его посланница Всевышнего и хотел его убить. Кого хотел убить? Машей Робену хотел убить. Как это сочетается? Всевышний его посылает, есть план, и тут же посланница Всевышнего хочет его убить. Как это работает? Давайте узнаем. Значит, в Атиках Цепора, значит, в чем было дело? Значит, Машей Робену вышел, когда с сыновьями, он жил у Итро, и его сын, один из сыновей, не был обрезан, не было обрезания. И тут он идет, вот в это вот он идет, в такой посланец от Всевышнего, с миссией такой, да, выводить эверисти народ, 10 казней делать, с фараоном разговаривать, войти в историю и получить Тору. И когда он выходит, оказывается, что то, что не сделал своему сыну обрезание, является причиной для смерти. То есть, есть этот мир многоплановый. На каждую точку в пространстве, на каждого человека действует множество векторов. То есть, вектор его желания, вектор его намерения, вектор его прошлых поступков, вектор родственников и знакомых, вектор его родственников и знакомых, вектор погода, политическая ситуация в мире. И духовный мир, это тоже многовекторный духовный мир. И получается, с одной стороны, Всевышний посылает Машера Бейну с миссией, да, то есть он выходит. С другой стороны, то, что у него есть пробой сейчас в его духовном состоянии за счет того, что он не обрезал своего сына, включает процесс, когда на него идет ангел. То есть, ангелы же, они автоматически, они запрограммированы. И вот этот ангел, он идет, чтобы его умертвить, то есть на него надвигается такая, как комета. Теперь его жена Цепора, его жена Цепора, что делает Цепора? Кстати, женщины в этой недельной главе, они показывают, насколько, можно сказать, они спасают. Машера Бейну спасла сестра, дочка фараона, такая очень феминистическая глава. И тут жена, и тут жена Цепора, и тут жена Цепора, она полностью спасает ситуацию. И схватила Цепора камень, кремниевый камень острый, и, значит, сделала обрезание своему сыну. И бросила она это обрезание к ногам Машера Бейну, и сказала, Тихо тан, дами мотали, сказала, теперь мы с тобой поженились в крови, типа, кровь нас связала. Группа крови на рукаве, она говорит, кровь нас связала. И, значит, то есть она спасла Машера Бейну, сделала обрезание своего сына. Представляете? Значит, хорошо. И сказал Бог, все, на этом этот отрывок заканчивается. То есть мы увидели такую вот вставку, которая показывает нам, как работает мир, которая показывает нам, какие законы в нем включаются. И дальше переходит на следующий, как бы, следующая сцена, следующий нам показывается ракурс. И сказал Бог Аарону, в это время Аарон, родной брат Моше, пророк Аарон, он был пророк, он слышит голос Всевышнего, Лехли крат Моше, иди, встречай Моше в пустыню. И пошел он, и встретились они возле горы Всесильного, и поцеловались. То есть они не виделись много лет, несколько десятков лет, и вот они встретились, и поцеловались. И сказал Моше Аарону, все, что говорил ему Бог, он сказал Аарону, передал Аарону. И он ему рассказал все знамения, которые Бог ему сказал передать. И пошли они, и собрали они всех старейших народа Израиля. Вот Светлана задает вопрос, правильно, обрезание от Авраама, и Моше должен был обрезать своих детей. Но он находился в доме своего тестя Итро. И, как говорит устная традиция, одного ребенка он обрезал, а второго ребенка он не обрезал. То есть здесь есть очень глубокий один момент, момент, когда, значит, Итро, который был священником, это один из таких вот преданий Медрашей, да, я рассказываю. Итро, он был священником медианским, который, знаете, есть такие священники-искатели. Вот он искал всю жизнь, как Авраама, он искал, как праотец Авраама, искал подход ко Всевышнему, так же не только он искал. Многие искатели народов мира искали путь ко Всевышнему. То есть вся их жизнь была посвящена тому, чтобы соединиться с Творцом Мироздания. И у них было такое намерение. Много людей таких в разных народах, такие духовные искатели. Итро был как раз прообраз такого духовного искателя. И он, когда он нашел, осознал, понял, что есть только единый Бог, единый Бог-творец, но он это дошел, как говорится, эмпирическим путем. То есть он это дошел размышлениями и ощущениями. То есть он, Итро, не был пророк. И он, когда он дошел, что есть единый Бог, он это узнал, додумался, почувствовал. Но сама форма служения Всевышний ему не отвечал. А как? То есть у него он к Всевышнему шел, но это не было формализовано. И когда пришел к нему Машер Абейну, который был, знал по традиции, от Авраамецка Каякова он знал о том, что Бог хочет и как по-настоящему вся эта система работает. Итро ему сказал, давай проверим, давай проверим. То есть вот два сына у тебя есть, это от моей дочки, я их дедушка, ты живешь в моем доме. Значит, одного мы обрезаем, второго не обрезаем. И Машер Абейну, как говорит предание, он на это согласился. Но в момент, когда он пошел выводить евреистий народ, ему надо было сделать обрезание. Но он подумал, что если я сейчас сделаю обрезание перед дорогой, то тогда ребенок, это опасность для здоровья, это может ему повредить. И тогда он сказал, я сделаю потом, когда мы придем. Отложил на потом. Но в его духовном уровне, когда он шел выполнять волю Всевышнего, и он был настолько близок ко Всевышнему, как только он вышел в путь, и на него как бы легла вот эта обязанность, как на него начал светить духовный прожектор такой, да, очень сильный. И в этот момент то, что он не сделал обрезание сыну, вызвало на него вот этого ангела, который пришел его убить. Потому что в этой ситуации, на этот момент, это стало очень большой для него духовной проблемой. И Цепора его спасла. То есть она каким-то образом увидела, осознала, поняла всю ситуацию, сделала обрезание и Машера Бейну спасет. То есть она от него убрала эту опасность. Хорошо, и сказал Аарон, Машера сказал Аарону все, что ему приказал Всевышний. И заканчивается сегодняшний отрывок. Когда они рассказали старейшинам и народу, и поверил народ, и послушали, и поверили они, что вспомнил Бог сынов Израиля, потому что увидел их мути, и весь народ во Игду, во Иштаховую. И упали они ниц, вот так вот говорят, хух, слава Богу, Всевышний нас вспомнил. Но, но, читаем дальше. Сегодняшний отрывок, последний, это последний отрывок, читаем. Значит, что было дальше? До конца главы мы сейчас дочитаем. С Божьей помощью. Итак, пришли Муше и Аарон и сказали фараону. Все, они приходят к фараону. Как они могли ходить? Ведь вереский народ был в рабстве. Колено леви не было в рабстве. Колено леви, они были свободными, это было колено священников. И они соблюдали шаббат, они служили Всевышнему, и в рабство они не попали. Это очень интересно, что даже когда, помните, когда был голод в Египте, и Йосиф, который был премьер-министр, он, весь народ Египта, они продали себя в рабство фараону за хлеб, но написано там, кроме священников. Священникам фараон давал землю, еду и обеспечение. Значит, есть такой человек, Кирсан Илюмжином. Он был руководителем Калмытии, президентом Калмытии, президент ФИФА Международной Шахматной Федерации. И я как-то с ним встретился, и задаю ему вопрос. Я говорю, а вот я слышал про вас, что вы, значит, построили там десятки буддистских храмов, мечети, церкви, ну, то есть вы построили все. Говорю, а синагоги? Он говорит, я и синагоги тоже построил. Я говорю, в Калмытии я все построил. То есть вот он был такой типичный правитель, который хотел удержаться у власти, да, я говорю сейчас про фараона, про фараона, который хотел удержаться у власти, как бы он, любые правители в древнем мире, они обожествляли свою власть, чтобы люди считали, что они как боги такие, что у них есть какие-то сверхсилы у этих правителей. И вот, значит, вот эти правители, как фараон, они поэтому очень хотели, чтобы представители всех религий, и все люди там, шаманы, волшебники и так далее, чтобы они все поддерживали эту власть. И здесь мы видим тоже, что фараон, колено леви, он не взял в рабство, почему? Они были колено священников. И поэтому Моше и Аарон, которые были руководителями этого колено леви, они имели возможность прийти к фараону. Вот они приходят к фараону, Моше и Аарон, и сказали фараону, так сказал бог всесильный Израиля, шлахэтами выяхагу либо медбар. Вышли народ мой, let my people go, как есть такая песня, значит, дай моему народу уйти, и будут меня они праздновать в пустыне. И сказал паро, и ответил на это фараон, представьте, сидит фараон такой, пирамида, у него это все пирамиды его, он такой сидит, этот фараон, у него вокруг там мадик, колдуны, волшебники, и он говорит, этот паро, ми ашем, он говорит, кто это ашем, кто это бог ваш, кто это, я не знаю, я вот здесь бог. Ашер эшма бекуле, чтобы я слушал его голос, кто бог, чтобы я слушал его голос, кто это. Лешлоах, это Сраэль, он говорит, чтобы я еще выслал народ Израиля, это у меня здесь есть там несколько миллионов рабов, значит, лео даде, это ашем, он говорит, я не знаю бога, не знаю я бога, вагамет израэль, ло эшалах, и Израиль я не вышлю, все, не отпущу Израиль, он им так ответил. И сказали они, Моше и Аарон, Моше говорит Аарону, Аарон говорит фараону, и сказали всесильный евреев, он позвал нас, чтобы мы пошли три дня пути в пустыню, и там мы принесем жертвы богу всесильному нашему, чтобы не ударил он эпидемией или мечом. Значит, они говорят, Моше и Аарону, они же не могут его так пугать, вот знаете, как эти разговоры, сейчас как раз ультиматумы там между странами, ну тут какой ультиматум? Они из народа, которые в рабстве, какой тут ультиматум? Ну они, значит, говорят, Бога нельзя нашего гневать, это бог всесильный, и он паразит войной, и чем паразит? Войной и эпидемией. Смотрите, как сейчас все, война, эпидемия, но они как бы намекали, что он фараона паразит, но они сказали, он нас паразит, да, в тексте написано, нас паразит, они не могут, но понятное дело, что если будет война, которая на еврейский народ, и эпидемия, так она на весь Египет будет. Значит, и сказал им царь Египта, что вы мешаете здесь, он им говорит, Машея Ароныч, что вы здесь мешаете? Зачем вы мешаете народу работать? Значит, идите к своим трудам, все, аудиенция закончена. И сказал Паро, дальше, вот этот народ, он такой размножился, сколько их много, да, и, значит, вы мешаете им работать, а он чувствует, начался какой-то процесс, а все фараоны, все, кто держится за власть, они тут же пытаются там санкции вводить, то есть, они чувствуют, что власть шатается, всегда, власть всегда шатается, и они стараются всеми силами удержать. И говорит фараон, приказал фараон в этот день, чтобы, значит, тем, которые надсмотрщики, над еврейским народом, он им приказал, чтобы увеличили норму труда, чтобы увеличили норму труда, чтобы не давали им соломы для кирпичей, такая мелко нарубленная солома, ее с глиной смешивали. А он говорит, пускай солому тоже собирают. И у них удвоилась работа, они пошли собирать, а если они не делали положенное количество кирпичей, их били. И вот, значит, их били, народ били, надсмотрщиков били, в общем, всех били, и что произошло в итоге? В итоге и пришли, значит, пришли надсмотрщики к фараону, начали плакать, кричать, что ж ты делаешь, не можем мы собирать, нет у нас соломы, все. И сказал фараон им, а, говорит, бездельните вы, говорит, бездельните и слаботи, он им говорит. Значит, бездельните и слаботи, он их обозвал. И что? Так, так, так. И люди тогда, что сделали люди, в рействе народа? Они сказали Моше и Арону, как же вы так могли сделать, да? Что когда вы пришли, еще хуже стало. Как же так? Это теперь из-за того, что вы начали, как будто бы восстание, отпусти нас все, вы как будто бы меч вложили в руку фараона, да? Теперь он еще хуже нам сделает, чтобы убить нас. Ваяшал Моше и Лешем, и тогда Моше вернулся к Богу, повернулся он ко Всевышнему, куда-то он ушел, начал молиться и сказал ему, Адуна, это господин мой, да, Господь, вот это слово, это отсюда идет, господин, господин лама, почему ты сделал плохо, зло делаешь народу этому? Зачем ты меня послал? Чтобы еще им хуже сделать? Непонятно. С тех пор, как я пришел, он говорит, говорит от имени тебя, стало еще хуже этому народу, и ты не спас их, а ты еще хуже сделал. И вот последний на сегодня отрывок, и сказал Бог Моше, вот теперь ты увидишь, что я сделаю фараону, потому что рукою сильную сделаю я так, что он вышлет вас, и не просто вышлет, он выгонит вас из страны. То есть Всевышний Моше говорит, ты не понимаешь, вот это очень интересно, что иногда человек, ему идут неприятности какие-то, и он злится, злится, злится на них, а потом благодаря этим неприятностям, он оживает, спасается. У Всевышнего нет, к сожалению, другого способа закончить, заставить человека действовать, кроме как дать ему какую-то неприятность. Потому что пока все хорошо, настолько легко, вот когда все хорошо, что делать? Люди утопают, только гонятся удовольствия, удовольствия, удовольствия. Как только сложно, тогда уже человек начинает думать, как, что, что делать. То есть у Всевышнего нет, к сожалению, другого пути, включать людей на правильное направление, чем давая им какие-то проблемы, неприятности. Все, и вот тут вот начинается, это была как заставка, следующая неделя, начинается выход из Египта. То есть начинается 10 египетских казней, как Всевышний, вот этот вот огромный, самый яркий спектакль за всю историю человечества, которые обсуждают уже на протяжении трех тысяч триста тридцать три года сейчас с момента исхода из Египта. И не просто обсуждают, обсуждают, изучают, в Песах собираются, пересказывают своим детям, празднуют. В малейших деталях мы запомнили, как этот был спектакль весь, потому что Всевышний его делал для нас, чтобы мы поняли, что Бог и сотворил мир, и управляет миром. И любая попытка отвернуться и отмахнуться от этой мысли, от божественных законов, от того, что Бог назвал добром и злом, приводит к гибели человечества, к гибели народов, к гибели отдельных людей, к гибели семей. То есть здесь Всевышний нам дал прекрасные, добрые, честные, красивые законы, которые он изложил в Торе, взаимоотношения друг с другом, что делать, как делать. И как только люди такие бывают, люди как фараон, как там разные другие правители, они начинают, как только они начинают вот эти качели делать зло. Есть очень классный в Мишле один отрывок, который показывает, ну, одну из главных причин зла в мире, да, написано, что каждый, кто жаждет наживы, кто алчный, кто жаждет наживы, это душу человека забирает. То есть это забирает вначале его душу, он все время думает только о наживе, а потом забирает, он же потом начинает забирать души других людей, и под раздачу попадают все. То есть очень страшно, что миром управляют люди, которые, в принципе, ну, вот, одним, как бы, одной подписью или одним нажатием кнопки включают войну, и в войне погибают миллионы людей. За что? За то, что кто-то хочет кого-то захватить, какую-то больше забрать земли, какую-то больше славы. Потому что народу, в принципе, народу что нужно простым людям? Чтобы была еда, чтобы было где жить, чтобы была крыша над головой, семья, любовь, добро, и так далее. То есть людям-то простым никому не нужно воевать. Все хотят нормально, хорошо, честно работать, жить и все, и зарабатывать. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Шаббат шалом всем, да, сегодня наступает шаббат. Чтобы Всевышний дал всем хорошим, добрым людям счастье, добро, благополучие, гармонию, а все нехорошие, недобрые люди стали хорошими и добрыми. Вот это, об этом надо молиться, чтобы у них в голове там повернулись проводочки на добро, свет и радость. Всем шаббат шалом, больше света, больше света, больше радости. Субтитры создавал DimaTorzok